До начала музыкально-патриотического марафона за Россию еще час времени. Однако ульяновцы уже заполнили фойе Дворца культуры Губернаторский, где и пройдет концерт. Настроение патриотичное, как и подобает марафону. Он проходит под эгидой или по-современному под хэштегами «Мы вместе» и «За мир без нацизма». Я горжусь Россией. Почему? Потому что я здесь родила, здесь моя родина, здесь вся моя жизнь прошла. Все, что я смогла совершить в своей жизни, я сделала здесь. Я благодарна России и я люблю своего президента. Я гражданин Российской Федерации. Я люблю страну, в которой я живу. Я горжусь за то, потому что она у нас есть такая, потому что мы все добрые, открытые, мы улыбаемся. Мы гордимся Россией, это великая держава. А что помогли бы пожелать современной России? Успехов. На входе в зал волонтеры раздают георгиевские ленточки и флаги Российской Федерации. И вот звучит третий звонок. Каждый занял свое место. В зале аншлаг. Все в ожидании выступлений звезд российской эстрады и рока. Ульяновск завершает череду гастролей музыкально-патриотического марафона. Первый к зрителям выходит поэтесса из Донецка Анна Ревякина. Со сцены звучат стихи про восьмилетние события на Донбассе. А гости в зале еле сдерживают слезы. Только вот вместо дома воронки, открытая рама, восемь донбасских лет. Группа «Фабрика» разрядила обстановку. Девушки фабрично исполняли со сцены свои хиты. Зрители охотно подпевали и пританцовывали. Он не поймал, займи девчат, девушки ждут, гости летают. И русская песня, русская душа. Вы знаете, настроение это как эпидемия. Это когда задаешь тон, ты задаешь тон, то все тоже подхватывают. Поэтому мы первоисточники, мне кажется, кто может это сделать. Певец и актер Глеб Матвичук исполнял популярные патриотические советские песни. Я всегда пою эти песни, потому что я считаю, это нужно делать. И я чувствую, как народ генетически отзывается. И это очень важно, особенно сейчас, петь настоящую русскую патриотическую песню. Группа «Джанго» также исполняла свои рок-хиты. Звучали песни, которые Алексей, солист группы, написал в связи с событиями в ДНР. Сразу же получил огромную поддержку и аплодисменты, и овации, когда сказал, что я передаю привет от Донбасса, что мы помогаем, что я прошу вас всех поддержать, наших воинов. И все это единодушно поддерживали во всех городах. Последний концерт марафона пройдет 5 мая в Самаре. Ринат Алиулова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.